Дальше говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Хабб И это, братья, очень и очень важно И также, то есть четвертая основа Это что? Это разъяснение, что такое Ильм, улема и так далее И также те, кто, братья, походят на них, но не из них Разъяснение, кто же такие Которые уподобляются как бы ученым Называют их мута'алем, который якобы Он знает что-то, сидит и умничает хорошо Но он, братья, не из ученых Не из ученых, сидит вот с такой бородой Платок надел и так далее и говорит И все такбир, Аллаху Акбар И так далее, ездят, как поехал Арифи в свое время в Египет Говорит то, что ученые этой общины Возвели, то есть сказали, что будет Джигад, Аллаху Акбар И все египтяне сидят тоже За ним последовали, Аллаху Акбар И сколько молодежи умерло, Субханна, по причине одного только его Слова, Субханна, крови сколько пролито Сколько, Субханна, женщин, братья, изнасилованы Сколько детей убито Сколько старцев, Субханна, недосчитают за своих детей Сколько дети, недосчитают за своих родителей Просто потому, что этот Извините за выражение Не буду выражаться, как говорится Поехал и сказал, а где он, посмотрим Джигад, это где он? Алхамдулля, сидит себе в кресле, по телевизору Все хорошо у него, его дети И так далее, ну и может не именно его Но их подобные дети, братья, где-то в Европе, в Америках учатся И вообще нормально они себя чувствуют А вот наши с вами дети должны страдать В Аллаху Акбар Рассказывал шейх Фалях Аль-Мадакар, братья Один из кувейтских шейхов Сохранит его Из больших ученых кувейта Он, братья, рассказывал То, что как-то раз к нему молодой парень позвонил И сказал, шейх, мне запретили тебе звонить Но я решил, я стихару сделал И решил тебе позвонить Я, говорит, вот-вот уже собираюсь уехать Собираюсь примкнуть В Сирии Я хочу, говорит, к ним примкнуть И я, говорит, ну сделал Он, говорит, зачем? И парень сомневался То есть итог этой истории, братья, он рассказывал, что мой имам мечети Он меня сподвиг Он, говорит, а где его сын, говорит? И этот парень замолчал, говорит, Субханаллах, говорит Говорит, этот сын, говорит, его, говорит Даже более того, говорит, шейх, я сейчас вспомнил Что когда его сын подходит, он эту тему закрывает И не продолжает на эту тему разговаривать Субханаллах, почему? Потому что, братья, зачем ему своего сына послать? Когда можно чужого сына послать, пусть сдохнет там И все нормально Потом говорит, что-нибудь они от тебя потребовали Он сказал, то ли две тысячи динаров, то ли две тысячи долларов По-моему, это было две тысячи динаров даже Аллаху алим Точно, две тысячи динаров, это, братья, это где-то десять тысяч долларов Он говорит, откуда у тебя такие деньги? Он сказал, ну я, говорит, нашел, ну не важно Не ответил он, только Аллаху, может, у родителей забрал Он говорит, я тебе говорю сейчас одно Завтра же пойди, отбери у них до копейки свои деньги Он говорит, шейх, это невозможно Он говорит, пойди и забери у них свои деньги И, говорит, никуда не едь, побойся Аллах, субханаллах И так далее Увещевал, то есть я к чему говорю Вот видите, как эти люди работают Молодежь просто берут Субханаллах, я рассказывал уже братьям Некоторые слышали эту историю Один из, я лично знаю этого брата, брата В Москве была в свое время Ихвановская, известная мечеть и так далее И этот парень начал в нее ходить То есть только начал молиться и так далее И, говорит, начал ходить в эту мечеть И заметил там один известный такой Кавказский призывающий Заблуждение, брата, на тот момент в Москве Заметил его И, как бы, понял, что новичок И подошел, сказал, салам алейкум, алейкум сарам Туда-сюда Брат, говорит, а ты, говорит, ну, как новенький, да Он говорит, да, вот, начал ходить в мечеть Закум, ну, хаиром, туда-сюда Имам, что у вас такая мечеть и так далее Все очень нравится А, говорит, а зачем ты, в принципе, начал ходить в мечеть? Он говорит, в смысле, ну, поклоняться Он говорит, тебе это не нужно Тебе нужно, говорит, 9 грамм свинца Вот сюда, я так на лобном показал Субханаллах И, говорит, брат, альхамдулля Я, говорит, ну, спокойно отреагировал И говорю, а почему вы здесь тогда сидите, говорит? И что, говорит, этот человек, замолчав, говорит У меня другая работа, говорит То есть, неужели, братья, вы представляете, что человек говорит тебе Вот дверь в рай, заходи в нее Ты думаешь, он тебе отпустит эту дверь в рай Субханалла, сам не зайдет в нее? Хорошо? То есть, кто-нибудь из нас есть, кто, братья, свою семью скажет Нет, мы подождем, ты пока зайди Кто-нибудь есть такой в рай? Да, сразу подножки поставят Уйди отсюда, все Я пошел в рай, так же? Аллаху, мустаан, брат Шейх Фаузан говорит Здесь подразумевается тот, кто уподобляется ученым, в то время, как он сам не является ученым То есть, он что делает? Он, братья, пытается говорить, как ученые Ну, братья, Барак Аллах, фиг в этом вопросе такой И начинает умничать То есть, Субханаллах, у тебя ничего нету Ты сидишь, болтаешь просто Никакого знания нету Как я вам рассказывал про человека, который говорит Ну, говорит, не стоит этого делать Или как он про обувь сказал Ну, говорит, я тебе сейчас точно не приведу Но не надо этого делать Аллаху, Рабби, Субханаллах, что это такое? Хорошо? То есть, в то время, как у него, братья, даже, как говорится, капли знаний нету То есть, он даже не почувствовал запаха знаний И, говорит, братья, умничает В вопросах какой-то там довод Вообще никаких доводов Я вот сказал и так далее Как говорит один известный ваш имам Известный заблуждений, братья, который Баллун, Мудыль, как говорят, заблудший и заблуждающий Говорит то, что они даже приводят некоторые коранические аяты То есть, конечно, нужно этого слушать Который ни Коран, ни аят не приводит Не приводит ни хадис, ничего, ни слова Субханаллах, только свои слова Можете делать это, можете это делать И по дороге мою книжку купите еще Поэтому, собханаллах, этот человек, его вред великий Как для него самого, так и, братья, для всей умы Субханаллах Потому что, братья, он говорит об Аллахе без знания Субханаллах, это страшный грех И он заблуждает людей, не имея знаний Аллах Субханаллах Субханаллах сказал Кто же может быть хуже, братья, самый страшный в своем дзульме Чем тот, который, то есть, оболгал Аллах Субханаллах Хорошо для того, чтобы заблудить людей Без знания на то Без знания на то И братья, некоторые мудрецы говорили Что этот дунья, то есть, этот мир портит четверо То есть, полуфакий, полуученый, хорошо Полуученый языка, полумедик и кто? И полуговорон, то есть, полу какой-то, то есть, спикер и так далее Хорошо То есть, первый, что делает? Он, братья, портит что? Странный братья То есть, Субханаллах обучает их непонятно чему и так далее Второй портит что? Язык людей То есть, они уже начинают разговаривать Как бы, не могут нормально сказать ничего Что касается полумедика, он что? Он, братья, портит людям тилаев И последний Или же, точнее, наоборот, наверное, здесь Шейх Хаузан хотел сказать То есть, болтун, полуболтун, как говорится Он, братья, портит среди людей Потому что он что-нибудь скажет И потом начинается, как говорится, сейрвор Что касается того, кто портит людям их религию Это кто? Это полуученый Вот как сегодня, что Ренат рассказывал То, что истории, если не все были Говорит то, что в одной из деревней Приезжал какой-то ученый, давал уроки И соседняя деревня решила Кого-то подправить туда Давайте, говорит, чтобы он научился Потом вернулся И что, и обучил нас Давайте, давайте Раз, кинулись, одного послали туда А он такой был, лентяй И пришел, что под самый конец урока Только пришел Там этот, воробьев, почитал Под самый конец урока пришел Сел И последнее, что он услышал от своего шейха Это что? И когда он увидел осла Его омовение нарушилось И запомнил это, вернулся И люди говорят, что Говорят, что ты научился Он говорит, я научился тому Что если осла видишь Все, оно омовение портится Аллаху раду В деревнях, субханаллах Одни ослы То есть, молятся люди Осла увидели Все, пошли заново Тахарат, заново Магитва, опять осел И так далее И тому подобное Хорошо И, субханаллах Говорят, что Ну, в следующем году То же самое То же самое преподавать приехал И они, говорят Перебили всех ослов Субханаллах В своей деревне И заехали На следующий год Отправили другого Уже Этот, ахамдулля Учился То есть, нормально Пришел В начало урока Выслушал И в итоге Что говорил шейх Говорит то, что Когда этот человек Был на своем осле В пустыне Бурдюки с водой Были на осле И, говорит Когда он отвернулся Осел ушел И он потерял своего осла И пришло время молитвы Что нужно делать Таямум Из условий таямума То есть, когда можно его делать Когда нет воды Как только появляется вода Твое омовение То есть, таямума нарушается И он, говорит И когда после этого Он увидел своего осла И его омовение Нарушилось Хорошо И потом пришел И научился То есть, вот такие вот Субханаллах Аллах, кто из них В итоге был ослом Хорошо Хорошо Говорит дальше Шейх Мухаммад ибн Абдул-Ухаб То есть, хорошо И говорит здесь Шейх Мухаммад ибн Абдул-Ухаб То, что Аллах Субханаллах Брать Это с сорокового И последующие То есть, аяты Хорошо То есть, разъяснил То есть, говоря про То есть, Бану Исраиль Говоря про иудеев Разъяснил этих людей То есть, кто такие полуученые Которые То есть, то Не могли нормально Корову убить И так далее Все вот эти истории Которые Суре Бакара Приходят Субханаллах